Доброе утро, мировая десятка. Вы сказали, что мы должны соединить все желания, и это понятно, внутри человека. Но если я вижу в десятке абсолютно противоположные свойства, один говорит о почёте, другой говорит о низменности, один говорит о теме работы Выше Знания, а другой говорит, что я прав. Как я могу соединить в себе все эти противоречия? Я обращаюсь к Творцу, я прошу Его, но сколько времени мне нужно, пока мне удастся прикоснуться к Творцу в том, чтобы Он мне помог увидеть объединение между разными частями, между разными желаниями? У тебя неправильный подход. Мне не нужно включаться в вопросы товарищей, как они их выражают. Я должен включиться в их желания. А желания каждый постигает в своём желании Творца своим образом. Так я должен включиться в их желания. «Скажем, мы идём вместе, мы голодны, и мы нашли ресторан». Зашли в ресторан. Так представь себе, что во всех тысячах, которые сейчас находятся передо мной на экране, каждый заказывает что-то, что именно он хочет. И тогда ты увидишь, что тут практически не будет никого, кто был бы подобен другому. Так мы и должны понимать это, что каждый выражает своё желание своим собственным образом. И я никогда не могу включиться в его настоящее желание. Но только в то, чего он желает, в цель. Потому что в нём возрадуется сердце наше. В цели мы объединяемся вместе. Поэтому мне не нужно... Мне не нужно исправлять товарищей и их желания. Ничего. Только чтобы мы были вместе в единой цели. И в единой цели — это не то, что у каждого будет то же самое желание, то есть та же самая порция, которую мы хотим съесть. Нет. Мы хотим быть вместе. Вместе. То есть каждый в своём выражении. И каждый действительно остаётся в своём личном выражении. Как составляющая десяти свирот души. Итак, десять умножить на десять, и ещё десять умножить на десять всё больше и больше, пока мы не приходим к единой душе Адам Ришон. А как нам прийти к центру десятки? Там, где концентрируются все желания на одной точке, и мы позволим в высшей силе раскрыться. Так каждый хочет прийти к объединению с остальными выше всей разницы между ними, всех различий между ними. Вот и всё.